Этот кусочек мха у меня в руках кажется абсолютно безжизненным. Наверное, примерно так будет выглядеть растение, которое не поливали полгода. Но вы удивитесь, как быстро он может преобразиться от нескольких капель воды. Этот мох я привез из песчаной степи. Там он растет в большом количестве и внешне кажется абсолютно высохшим и безжизненным. Но не спешите с выводами. Давайте поместим его в небольшую плошку и добавим совсем немного воды. Для чистоты эксперимента я не буду ускорять видео, а в углу экрана вы увидите таймер. Итак, наливаем воду из шприца тонкой струйкой. Параллельно я взял еще небольшой кусочек мха, на нем можно увидеть этот процесс получше. И буквально через 10-20 секунд после того, как первые капли воды попали на росточки мха, он в буквальном смысле преображается. Удивительно, не так ли? Всего за 30-40 секунд из безжизненного и засохшего куска мы получили пышущее жизнью растение. Это синтрихия руралис, или синтрихия сельская. Она обитает в самых засушливых местах. На песках, в сосновых лесах и в песчаных степях. Их еще называют белопески. Осадки, да и вообще хоть какая-то влага в таких местах крайне редки. Поэтому это удивительное растение приспособилось к столь малому увлажнению путем почти полного высыхания на время отсутствия влаги и сворачивания листьев, что с виду делает его абсолютно безжизненным. Впрочем, вся степь кажется такой во второй половине лета. Большинство злаков, да и многих других однолетних растений, уже сформировали семена и засохли навсегда. Но вот синтрихия засохла только на время. Пройдут дожди, и она снова буквально зацветет всеми оттенками хлорофила и будет радовать глаз пытливого ботаника, да и просто случайного прохожего. Теперь давайте повторим этот эксперимент с небольшим кусочком мха. На нем нагляднее можно увидеть, насколько стремительно проходит этот процесс. Вот я нанес буквально несколько капель воды, и мох уже начинает распускаться. Я не устаю удивляться этому чудесному растению. Мне оно напоминает еще чайные листья, которые разворачиваются, как только заваривших кипятком. Только здесь это живое растение, и в сухом и в зеленом виде оно поддерживает внутри себя жизнедеятельность. И в это, если честно, очень сложно вериться. Вот такой интересный мох растет в наших донских степях. Если вы живете в Ростовской, Волгоградской и других областях, находящихся в зоне степей и полупустынь, вы можете найти это замечательное растение где угодно. Практического смысла это не имеет, но зато показать необычный фокус или удивить ребенка таким образом вполне возможно. Пишите в комментарии, что думаете о таком коротком формате роликов. Подписывайтесь и поддерживайте канал на Бусти. Там очень много дополнительного и крутого контента. На сегодня все. С вами был Димон и Пумба, и Сентрихи Аруралис. Да пребудет с вами Ботаника, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok